Ну что, линок развалить, пацаны поднатренили, я думаю, что справлюсь, это будет easy Продолжение следует... На Team Liquid сейчас добавлю все Так, линок с кассом сейчас будет биться, между прочим Матч между Китаем и Россией завтра будет, Пругай повидел Лавка Нраш, спасибо за пятнашечку, вижу Пятнашечку Ну и что, давайте-ка знаете что Давайте-ка посмотрим просто на KeepBet, что происходит Что-то коэффициенты изменились Сколько у нас на графике-то было? 2, 2, 4, 1, 58 Что-то сейчас 4, 39, 1, 11 и на Стрэнджа 5, 0, 5, то есть линок суперфаворит Ну в принципе линок суперфаворит, единственный согласен, что Стрэндж, мне кажется, получше сейчас должен играть, чем Касс тот же Вот А так ХЗ Ну что ж, будем смотреть Давайте-быلا, давайте-быем короче ребят ждем начала к здесь вроде и в в и и и и Продолжение следует... 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 Сбил тут овера линоку одному Вижу реводжеров, где не очень морфится Вот они, где морфятся Заходит касс, еще и две банши в инвизи Приходят, сканят Так, хата третья Нет, касс не понимает, где хата Находится, все, прирост Весь дома держит, в итоге Его войска становится все меньше и меньше По сравнению с линоковским Вот эта вот группировочка И касс сваливает Сейчас домой, как вы видите Хату с другой стороны занимает Можно вот так вот сместиться через центр И одновременно прирост сюда подвезти И встретиться, но касс что-то Домой уходит, зачем он так домой сваливает Сейчас, и медивайки Берите танк, выводи прирост Здесь давить надо, блин, очевидно, что Сейчас линок слаб вначале Так, ручь нападену мою Пошли касс залетает Баншами королеву подрезает Хороший контроль демонстрирует Хату начинает долбить Ну, как залбить это хорошо Ну, блин, ну, касс Ну, вот, смотрите, жадный касс Как обычно От кого еще такого ожидать Кроме как от кассы Ноль туреток вообще Депушку открыл Это ГГНчик ползет сейчас к кассу Если бы у него была одна туретка Ой-ой-ой, пошла туретка сейчас А толку-то что, нет И от этой А от этой зачем здесь Так, касс понял, что подземный мух ручь А ручь уже приползли Печаль беда И на вторую приползли И на мейн приползли Касс это время вперед летит Танки прям чуть под ручьи Рассиджились Касс тут неплохо атакует, я вам скажу И под фаерболами тут Да, ховеров нужно бы поминусовать Побольше сейчас Отступают касс Танки вообще не прикрывают мариков Третья хата падает Ручь пытается заползти На подземном муве Сканит касс Отгоняет ручьи отсюда нафиг Нужно заходить И нужно убивать линок Эти 68 Как ты его убьешь? Танки нужно ближе переводить Было побольше прирост Можно было попытаться Да, что-то сделать Сиджи там касс Фаерболы проходят По марикам часть проходит Вот пока касс Касс не имея прироста Линок его перемасил Просто естественно Это 1-0 в итоге Врыв роучи Просто был жесточайший сейчас Единственный шанс Был идти вперед Но кассу надо агрессивнее Было еще более агрессивно действовать Заставлять линока Как-то ошибаться Если бы он сразу прирост Обрезал бы ему боевой Своим выходом А мог бы попытаться Сконцентрироваться на атаке Целиком и полностью Продолжение следует... Как trucs вы allez Продолжение следует... Как осталось... Пока неあー Продолжение следует... Продолжение следует... С обстоитなんです Солнце подходит от Продолжение следует... 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 ТП-шитказ добавляется Тарпор добавляется Тимпак почти готов Здесь у нас что? Беллинг Нест и 2 Эволюшена Милишная, так полагаю Грейды будут, да, пошли Милишная, 1-1 у касса плюс 1 Инженерка тысячу лет Готова, касса втыкал с грейдом С атакой, по-моему, очень сильно Сейчас Третью цешку не ставят, вижу Еще 2 барака, это именно прессинг С 5 бараков от касса будет Сейчас, ну по лимиту Касса неплохо идет наравне с зергом В принципе, по рабам больше Даже сейчас, самое интересное Будет Стимпак, врыв на зергом При нулях, грейдах Так, секундочку Мама, наверное, пришла Сейчас Так, ну что, линок кассу подключим Бейлингов на халяву подбревает Ну нужно ли, за лингами не нужно гоняться Мариком щиты делаются Плюс 1 делается Медиваки полетели Бараков работает 5 4 из них с реактором, между прочим Здесь у нас слабо на факте Нужно спустить Мариков сейчас Три тут есть мариков Три с хайграунда Прикрывают Ну минус ну касс всех лингов Что здесь ждет касса, я не понимаю Мог убить бы сейчас Щитов, правда, нету То, что щитов нет, это ошибка касса Так, подбивает овера сейчас Можно камни пробить, например, кассу было бы Но нужно прирост сюда вести Передроп наверх пошел сейчас Линок прям действительно много бейлингов запилил Один медивак вот сюда Можно передропнуть Что касса делает сейчас Но линок подпокусил Отгоняет медиваки все Кассу нужно минок Либо танки Либо что-то, что бейнов будет контрить По лимиту впереди касс, между прочим Еще бы грейды касс поэффективнее бы делал Немножечко вообще бы Молодцом бы был Королеву одну подрезал Линок хотел очень сильно прям медивак забрить Но не получилось У касса, посмотрите У касса армори готово Сейчас будет и будет 2-1 грейды У линока 2-2 заказаны Америка просто здесь тяжело контролить Против бейнов Вообще тяжело будет сейчас контролить кассу Куда-то там линок лингами побежал Здесь тоже линга бейна есть Минок вообще нет Я очень сильно сомневаюсь Сейчас касс так сплетанется Что сможет сбрить здесь все Очень сильно прям сомневаюсь Вот так Несколько мариков теряет на бенах Здесь тимпак выбивает крипту Морекси Передрофнулся вниз Юнитов действительно много Здесь танки встретить неплохо 125-115 по лимиту Вторую атаку Вот, наконец-то заказал вторую атаку Касс Линги возвращались назад Через мариков Чуть не вернулись Нужно отойти касс немножечко А то тут что-то много От линоков выходит Так, лингами пытаются окружить Касс загружается Улетает сейчас Бейлингов так много 123-93 Уверенно касс здесь по лимиту Опережает оппонента Нужно брать мариков Нужно брать танки Просто идти вперед Вместе со всеми этими улетами До готовности 2-2 Линок До Спайра вообще Пытаться проатаковать Ой, линок закопочку сделал Ой, как он касса может сейчас Конечно, подловить Конкретно жёстко Месторождение минералов выработано Пристройка Давай, удиви меня Бегу, Мор Высылайте подмогу Улучшение Кто на новеньком Месторождение минералов выработано СС готов Месторождение минералов выработано Давай, удиви меня Так Идёт врыв Хороший дробчик от касса 149-144 по лимиту Но приходит линок Веллинг всего лишь один Правда у него Мутку Фокуси касс Здесь уже всё равно Никому не уйти Да, здесь никто и не уходит Но в итоге Две базы касса В три базы Точнее, две базы линоков В три базы касса У касса 2-1 Сейчас будет здесь 2-2 Грейды И нужно готовить Один ещё выход Просто танки Нужно брать с медиваками Просто идти вот сюда Под эту базу Пробревать У касса шесть медиваков Где они всего-то Медиваков достаточно Чтоб все танки Просто взять Вперёд пойти Не знаю, что Касс тянет Если честно Так Муталисков Всё больше и больше Туреток не так много Но есть туретки Берёт касс танки Что будет Выпочит Врыв пошёл От линока Тем паче Касс танки Дропнул сзади Хорошо танки Там Бэйлингов-то Фокуснул Вокасик Такой чуть-чуть-то Бэйлингов Не фокусит Но всё Пробревает Смотрите Муталиски Отдают А нет Не то, что Муталиски Не отдаются 108 105 По лимиту Ну, грейды Касса улучшаются По сравнению С зерговскими Это самое главное Несколько мариков Нужно выделить Чтобы, да ЦЦшку Четвёртую Посадить Вообще Всё для Касса Хорошо, конечно Складывается Пока в этой игре Очень чётко Он её ведёт Так Стимпак Нужно Не надо давать Муталискам Так харасить Скан Минус линк Нужно создать ЦЦшку Планетарочку Сразу туретки Здесь делать Какой-то дроп Полетел от Кассы Странный Из четырёх мариков Реально странный 3-3 не делает Ну, чё сидеть-то Нужно идти-то Ошатать Я не знаю Зерга Даёт возможность Корейцу Ожить сейчас Это ни в коем случае Делать нельзя Давать Так Прибегает Линги Касса вступает Чё он боится-то Тут мариками На оклике Всё проблевается Медиваки Просто за мариков Поставь И всё Блин Касса вообще Ну вот Блин Корейца Как огня Все что-то боятся Корейцы Тут видно же Что марики Просто на стимпаке Всё убили Там 20 лингов Там и мутка На 15 мариков Врывается Куда там Блин Гриды-то уже хорошие Муталиска Всё больше и больше Становится Вот что опасно Туретку Касс строит Так Продакшн Есть Вот здесь При врыве Линга Касс танки Дропнул Так Как-то Не очень Удачно Причём Танками Нужно Бейнов Было Фокусить А они На рандоме Сами По себе По лингам Стреляли Вот в этом То и суть Была Отдача Касса При обороне Выдвигается Вперёд Муталиски Ой Муталиски Хорошо 5 муток Вообще Пролетело Так сейчас Линаковских Через Касса Минус все Сколько муток Отдал 14 за всю игру Но в этом Врыве 6 где-то Наверное В этом Только врыве Отдал Но у Линака Правда Многовато Тут что-то Линга Бейнов Нужно идти дальше У Касса Танков Мало Мариков Достаточно Много Но прикрыть их Особо нечем 25 бейнов Еще Линак Сейчас морфит Приходит Касс Нужно подтягивать Все сюда Абсолютно Всех юнитов Иначе беда 38 бейлингов 10 есть 50 почти Бейнов будет Это дичь какая-то Просто Симпачится Касс Мутку подлавливает 3 мутала На халяву Минус Что пойдет Линак Вперед Касс тут зажимается Как-то в угол просто Ну хорошо Здесь хоть от Линга Подступил Еще танки сзади Есть один танк Спереди Располагает Чтобы под Подагрить Немножечко Оппонента Еще один танк Ближе Переводит Касс Ну бери Сто танк Вперед Муталисков Продемеджил Хорош Танки как-то в кучу Поставил Сейчас Касс Часть мариков За минеральную линию Заводят Лимита больше 3-3 гриды делаются База 4 в 4 Линак Правда 5 устроит Касс нормально Все будет делать Все нормально Будет у него Тогда Один танк Вот сюда Можно Чтоб с хайграунда Выдавал Демедженный Назад нужно 10 кп Танкует Касс Танк Впереди Зачем Стоит Пусть сзади Демедж выдает Не контролит Касс Нифига 185-75 Прирост гигантский Идет Хорошо Касс Точку сбора Установил Сейчас Мариков Продакшн По 15 штук Сейчас Хороший Продакшн Нужно врываться Мутку отгонять Мутку огоняет Сейчас Так Беллингов Покуснул Хорош Ката падает Уходит Муталиски Полетели А здесь Тоже Всего Три Туретки Между прочим Госакадемия Живет Пока Так Марики Стимпач Без Медиваков Касс Ходит Здесь Стоит Что-то Медиваки Здесь Марики Личинок Убиваются Нужно Потерять Все На ровном Месте 20 КСМ Уже Касс Потерял Линок Расшатывает Сверху Линок Грейд Тоже Третий Армор Будет В итоге Нужно Отступать Медиваки Ни в коем Случа Нельзя Сейчас Касс Лечение Вообще Нету ЦЦ Потерял Ну просто Муталис Камей Озерк Сейчас Разводит Убивает Вот Вот эту базу Нужно Уйти Убить Ну а Как ты Убьешь Касс Ультралы С 8 Армора Будут А у Касс Одни Марики В миксе Хотя Они Два Танка Еще Строят Конечно Но Даже Учитывая Что На Тридцатку На Сорок Даже Больше Боевого Касс Не Спасет В итоге Абсолютно Точно Ой Здесь Бэллинг Бомба Еще Сейчас Мариков Можно Недосчитаться Много Потому что Так Сканит Касс Спалил Что Бэллинг Бомба Есть Как-то Ринок Перекопался И Касс В этот Монет А Ну хотя Есть Тора У Касса Стимпатч Касс Нужно Отступать Ультралов Много А Нужно Ли Касс Тебе Туда Ити Построил Гаст Пошел Потом Так Стимпатч Отступает Назад Немножечко Касс Демарики Бесполезны Против Ультралов От Торов Главное Чтоб Торы Дэмэдж Выдавали Один Ультралис Падает Муталис Где-то Сзади Летает Вообще Линга Бэллинги Есть Нету Одни Ультралы Так Стимпатч Торы Танкуют Что ж За беда Такая Но Пролетает Муталис Отдаются Касс Перестимпатч Переколотые Марики Заходят Вперед Ультралы Новые Выходят Новейшие Но Торов Много И танки Там Сзади Есть Касс Разваливают С этой Грэ Или нет На грани Сейчас Фолы Бьется Касс Тора Переконтролил Хорош Марики Отдаются Тора Нужно Еще раз Переконтролить Корпу Мутки Дэм Выдает Хатка Падает Сейчас Все У линок И добычи Нет У касс Есть Ну что же Вытащит Касс Или что Мультру Как он вышел Как он Щита Развалил Здесь Беднягам Касс Нужно Уходить Где прирост Подводи Сюда Тора Сбивает Линок Марики Дропаются Марика Там Две Штуки Марики На 3-3 Грейдах Мутку 0-2 Вообще Не Уважают 90-91 28-51 Парабамба Его Лимита Касс Намного Больше Здесь Три Туретки Есть Они Все Прикрывают Поэтому Все Хорошо Два Танка Есть Идет Касс Вперед Только Муталис Касс Троит Ой Королева С 200 Энергии Это Дает Еще ХП В итоге 500 Ультрал Лишних Два Ультрала Но Одного Три Королевы С энергии Ультралы Бессмертные Сейчас Что же Тут Такое За Беда Дистанс Майнинг Котлина Отменяет Касс Весь этот Дистанс Майнинг К чертям Кайтить Ультралов Нужно Только Не подходить Ультралов 103 90 По лимиту Касса Больше Кайтить Ультралов Дэмэнжа Мало Танки Как Вот сюда На хайграунд Танки Перевестения Абсолютной Закайтился Касс Сейчас Так На стимпаке Нужно Врываться Блин Перестимпачился Касс Да что ж ты делаешь Ёмэнг Касс Какой-то нервный Танки Ближе Подводить Вылечить Всех Сейчас Танки Где-то Вообще Позади Что ж ты делаешь Вот сюда Конечно Один Сюда Один Туда Морики Танки Прикрывают Касс Не контролят В итоге Что-то Нужно Идти Вперед Можно Выбивать Даже с хайграунда Этими танками Все к чертям Собачьим Муталец Камеринок Пытается Блин Тут корейц До последнего Бьется Просто А Касс Блин Что-то тупит В итоге Что он делает Сейчас Я не понимаю Что-то Касс Встал Сейчас Гостакадемия Кстати А Все Нету Гостакадемии Вынет Гостакадемию Да Линок Да Ультралов Две штуки Всего Дает Танки Расшатать Зачем Муталец Отдает Нужно базу Нужно агрить Корейц Чтобы он вперед Сам шел Конечно Вот сюда Заводить И контролить Маликов Приходит Касс Вашла Атака Трансьюза Много Здесь Микоз Сейчас будет Линок Не выкидывает Микоз Хочет Наверняка Его кинуть Стимпак Спускается С хайграундом Семи юнитами Сейчас 90-99 Трансьюз Закончается Понемножку У Линок И это очень хорошо Так Танки Минус 0 Ультрал Ультрала Раз Ультрала Два Тоже Минус 0 Касс В итоге Отмариков Отведи Плит Ужасный Просто Просто Ужасный Муталец Живут Мародюры Пока Убивают Ультрал Выжил Вообще Каким-то Чудом 55-89 Неужели Линок Затащит А по Боевому Лимиту Линок Уже Тащит Так Марик Стимпач Муталец В принимании Дропает Касс Ни хрена ГГ Ребятки Пишем ГГ Выходим 2-0 Линок Провал Ну Бился Касс Хорошо Так Проверяю Следующую Угра Какая У нас Линок Стрэндж Касс Супер Потом Супер Блай Будет Все На Америке Супер Касс Супер Блай Ну Что Ждем Линок Стрэндж Сейчас Так Ну Коэффициенты Уже Изменились Стали Более Заманчивые Для Для Ставки На Стрэндж Например Что-то Скипбетом Случилось Ждем Не знаю У всех Линок Так Не Открывается Как У меня Да Пока Что-то Не Открывается Не Знаю Почему Короче Ребят Кибетик Чуть Не Открывается Нифига Если У кого Открывается То Ставки Там Все Есть Решаете Сами Что И Как Конечно Линок Фаворит Но Стрэндж Последнее Много Стрэндж Неплохо Выступает И Много Выступает Ждем Продолжение Продолжение z Стрэндж Трэндж Стрэндж James Неплохо И К Неплохо Продолжение Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не волнуйтесь, ребята, рептилоиды меня не украли. Вот. Я просто ставил чайник. Поехали. Прошу прощения, что картинку не поменял. Продолжение следует... Счет 0-0. Линок против Стрэнджер. Вторая игра. Крыло смерти. Давно не было таких карт. Гигантская карта просто. Посмотрим, как для Лотва работает. Изи 3-4 база для Продса. Это всегда сила. Ницус после Гейта Стрэнджер. Сейчас кибернеточка будет. Линок вообще 3. Изи просто. Три хаты до пула. До 15-й. Надо 17-й Ницус с этими оборзевшими корейцами играть. Или даже 2 Ницуса до Гейта. Один ниндзя Ницус просто где-нибудь. Хотя нет, он разведывает. Слепую мог бы найти бы случайно, например. Можно и 4 Ницуса до Гейта. Третий ниндзя Ницус вот здесь вот. А один макро Ницус рядом с мейном, чтобы бустить получше. Всё. Всё. Ну смотри, ещё играет. Да, в покер, наверное, ещё играет он. Не знаю. Даже про покер не уверен. Вот. Пять пробок добываетесь. Будет ли Стрэндж третий ранний ставить, непонятно. Робот Вайлайт делается сейчас. Сталкер в продакшне. Овери где-то за 3-9 земель летают. Газ только-только. Линок добавляет. Сейчас мне нужно будет встать, чайник выключить. Резонирующий глиф. Возможно, Стрэндж собирается какой-то подкуш с адептиками сделать. Но против такой жёсткой экономики оппонента, мне кажется, Линок не очень-то вкальпус. Так, чайник. Давай его на краем глазом наблюдаю, что происходит. Происходит то, что стрэндж каких-то там лингов, походу, ловишь. Главное, чтобы теперь уровни спалили, а мы там всего. Перворождённые, быстро. Полетела призма. Ни хрена не успел сделать. С Милки Кау играл. Играл с Блейки. Сэгэшечки. Покатали сегодня. С пацанами. Даже горло прополоскать не успел. Тоже когда-то нужно будет сделать. Между каким-то бутри. Это быстро вообще, потому что Йодиновым долго не надо полоскать. Разок прополоскал и хорош. Ну что, 3х-то здесь раньше попытался немножечко прохарасить оппонента. С его адептами. Как не ахти прям получилось. Разгружает стрэндж остальных адептов. Ну, сталкера можно обратно засадить. Этими можно попытаться и ворваться, собственно говоря. Сколько роучей? 6 роучей сейчас есть. Линак, он отступает сейчас под иллюзией адептов. Стрэндж только не телепортируется. Нет, он не телепортируется, но слава богу. Ещё что интересно, что Линак подстроил сейчас плёток на каждой базе. А для чего это построено? Кстати, молодец, Линак, что плёток-то построил. Благодаря этим плёткам он сможет... Оверчарж кидать же ты. Как поздно, Стрэндж. Кинул оверчарж. Блин. Благодаря этим плёткам... Благодаря этим плёткам. Адепты не смогут на холде рабочих фокусить. Только фокус всеми, как бы, может быть. 4 дрона всё-таки где-то Стрэндж проблевает. На мэйне тут спайр пошёл у Линака. Желательно было бы его обнаружить, но нужно... Как его обнаружить? Разве что иллюзиями, но с интрией у Стрэнджа в данный момент мало, и энергии у них нет. Так, один сталкер Ноксилнагиселс. Тут несколько ровущих вперёд идут. Оп. Не понял. Подземный мув до мува надземного у Линака, обратите внимание. А чё Стрэндж не видел? Лапсервером что происходит? Видимо, нет. Очень печальные обстоятельства ползут сейчас к Стрэнджу. Они реально ползут, эти обстоятельства, очень-очень медленно. И сейчас просто Линак на халяву всю экономику развалит оппоненту своему. Сплетануть между базами. Три сюда и пять туда на мейн просто. И всё. Три гейта ещё добавляется. Так. Ну что, Стрэндж пошёл вперёд. В это время Линак выкапывается на второй и на мэне. И Морталом где-то нужно развалить ровущий. На второй-то тоже есть. Так, здесь заходит Стрэндж, здесь муталисков, там Даркшайну Стрэнджа. Но Линак на шаг впереди, и корейцы не упускают таких возможностей, когда они на шаг впереди. Так, залетает, а все теряют Стрэндж на халяву. Но вот сейчас, если здесь сталкеров на варпите, мутку разобрать, шансы есть на самом деле у Стрэнджа. Чё ты боишься-то, в лёдке пока закапываются, отходят, когда закопались, биться начинает Стрэндж. Что за бред тут вообще, блин? Немножечко Стрэндж побоялся. Так, варпятся сталкеры. Сталкеры доварпились. Здесь призма погибла. Блин, контроль Стрэндж демонстрирует неплохой. Но сталкеров все-таки, хотя нет, достаточно вполне сталкеров, чтобы мутку развалить. Дарк сюда заходит, иммортал, две штучки есть. Адепт эту жизнь куда не телепортируется-то, черт их побери. Зачем они вообще куда-то телепортируются? 97-107, Стрэндж контратаку, контровыпад. На Линака делает, на наглого Линака, который просто пришел ровущими на закопки в тупую, попытался Стрэнджа пробрить. И в итоге муталисков недостаточно, здесь, че, сталкеров, недостаточно, чтобы мутку убить. Зато Дарк, Дарка достаточно, чтобы рабочих на разваливать еще Линаку, что Стрэндж и делает. Красавчик, не нагрись на Линаков, контроль же ты этого чертова Дарка. Он еще пять мог убить, пять ударов или шесть сделал сейчас. А трущий отбился с горем пополам сейчас. Мутки сколько? Мутки 14, сталкеров 11. Да, нет, все-таки как-то печально складывается ситуация здесь. Сейчас начнут муталиски шатать, и это будет больно. А самое главное, что Стрэндж, как и все почему-то СНГшные процессы, не делает гридов вообще. Мне это кажется странным. Так, мутка летит, Стрэндж видит ее, бринкнись поближе. Мутка залетает от Линака, да, залетает. Стрэндж, неужели он в атаку сейчас пойдет? Стрэндж идет, нет, не идет Стрэндж в атаку. Да варп еще сталкеров делает с Мазеркорта, где? Где Мазеркорта? Мейна прилетает, хорошие, хорошие оверчажы, сюда оверчаж, третий степ, Стрэнджик. Что ж ты такой медленный, Стрэнджик. Пошел в атаку, не, против муты, которая тебя уже на мейниш оттает, в атаку идти, но это прохлада какая-то. Хотя, хотя, у Линака здесь не так много юнитов, нужно брать всех сталкеров из дома и идти вперед. По лимиту, по боевому ситуация близка сейчас. 20 муталисков Линака, блин, у Стрэнджа 23 сталкеров, всего это не преимущество совсем. Хаты 4 добываются, продакшн муталисков просто гигантский сейчас, вот что опасно. Так, Стрэндж видит мутку. Агрессивный подблинг поближе. Муталиска ни одного не сбрил. Нужно заходить, ну блин, Линак расшатал, все к чертям собачьим. Стрэндж уводит пробок, Мазер Кура нет, но вот даже если ты в размен нормально пойдешь к Зергу сейчас, то как быть с тем, что экономика-то не осталось. Хотя Линак принимает странное решение сейчас возвращаться домой. 27 муталлов на 27 сталкеров, а муталиски в больших количествах сильнее стопперов, когда количество их равно поддержки у сталкеров в виде сентрея или каких-то юнитов, которые армором там или дэмэджем хотя бы каким-то помочь могут, нету. Поэтому Линак убивает все в лоб, но Стрэндж сбился хорошо. Разве что блинг сталкерам помогает неслабо, но сталкеров все меньше и меньше. Смотрите, из 20 сколько муталисков в этом замесе Линак потерял, я не знаю, потому что у него и продакшн постоянно их, естественно, был. Все-таки гг, но Стрэндж достойно достаточно бился на этой карте. Посмотрим, может быть, на картах, которые сейчас играют, Стрэндж получше отыграет. Не уверен, но может быть и так. Так, китбет поднялся у меня, по крайней мере. Так, заходим. Не было обсервера у Стрэнджа, был бы опс, учитывая даже все эти обстоятельства печальные, что ручи эти заползли. Игра равная была практически до конца. Единственное, стиль этот без грейдов меня, конечно, напрягает, но здесь даже дело не в этом было. Если бы не эти ручи, вообще все по-другому возможно было. Ну да, был Даркшайн, но Дарков тяжело варкать, потому что они не мобильные и с ними тяжело просто догонять, нагонять. Даркшайн. 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 Продолжение следует... Так, ну что, на соплях сейчас линок затащил, можно было его пробрить, но чуть-чуть не хватало сталкеров в замесах, чуть-чуть не хватало. Все-таки, я считаю, здесь сутью, конечно, был тот факт, что с трех хат еще очень важный начал Зерк, а Стрэндж играл очень перестраховочно, очень такие... Сейфово и через гей ставил Никсу второй. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кибернаточка запилена. Ё-зло. Привет, Старкрафт. Постоянно есть на СК-2ТВ. В этот раз более билд и халявный был от Стрэнджа, это меня радует. Линок третий у хату ставит, в итоге два адептика строится, будет ли врываться Стрэндж. С двумя лингами корейцы развиваются, но в наглую, конечно. Но он добавит лингов абсолютно естественно, если что-то будет происходить. Это стопроцентный расклад. Адепты готовы, вперед пошли. Что именно будет Стрэндж делать, пока я не понимаю. Но вот сегодня, кто смотрел GSL, видел, как Супер с Рагнароком играл. И Супер играл с грейдами, Супер играл с форжой. И все играют в Корее с форжой практически. Я не понимаю, почему все наши СНГшники и многие европейцы просто без грейдов пол-игры играют, я не знаю. Ведь это не очень хороший расклад. 35-32 по рабам. Линок добавил лингов, 12 штук. Но 12, кстати, это не так уж много, учитывая, что здесь 4 юнита, уже 2 адепта, 2 Стрэнджа Мазеркора. Адептов нужно спустить просто Стрэнджа на рампу поставить и все нормально. Так, Мазеркор вылетает. Линок пилончик наверняка сейчас захочет сгрызть. Забегает, будет грызть. Адептов нужно спускать. Уверчаж на пилон. Да, хорошо Стрэнджа на пилон. У линга и на пилон потеряны. Хорошие филдасты. Стрэнджа просто красавчик сейчас. Пилончик спасает. Му-лю-деец. 24 хп у него осталось. Так, овер влетает. Стрэндж Газ начинаем добывать. Этого овера нужно сбить. Ни Твайлайта, ни Старгейта, ничего пока нету. Здесь, значит, линги бегают. Канорамп хотят ворваться. Нет, здесь нечего им делать. Пилона Триус Трэнджа. Нексус почти готов. Ну все, слава богу, пути ее разбили. Сейчас, если бы Сентре отсюда не достало, он бы еще вот досюда долетел, пока они обходили. Это был бы фейл реально. Лейер почти готов. Будет ли спайр в этот раз от линок или что-то другое. Вижу Эволюшн Роуч Ворон. Гидро Дэна пока нет, спайра пока нет, но посмотрим, что сейчас закажет. Гидро Дэн пошел. Таргеты на второй базе в кармане там находятся. Овер здесь висит, кстати, хорошо вне рейнджа, а сам, блин, видит. Хорошее пространство видит такое. Ну что, будет Стрэндж Феникс авто строить? Да, будет, конечно же, строить Фениксов Стрэндж. По лимиту впереди в данный момент. Ну, пассивен линок у Стрэндж тоже, правда, ничего нету. Вот то, что тогда Филды выставил Стрэнджу, не дает сейчас иллюзию послать. Ну, сейчас энергии соточка будет. Я бы на его месте сразу иллюзию запустил бы на разведку вот так вот через третью прям, оп, через шифт, через краешек. Стрэндж пока не запускает. Что-то адепты, вижу, вперед пошли. Телепортирует с Мазеркор. Здесь есть с Мазеркором. Поставь оверчаж Стрэндж. Ставит оверчаж, молодец. Хорошо, Мазеркор с Пилоном разобрались с лингами. Девять роучей. Десять роучей в продакшене. И семь уже есть. Заходят адептами Стрэндж. Принимают с роучами бой. Есть скорость атаки? Нет. Скорость атаки отсутствует, Грейд. Так, одного роуча покуснул. Будет в карман врываться Стрэндж. Стрэндж. Да, врывается. Королева. Ну, ё-моё, роучи. Сейчас сразу линг разворачивает. Да и у телепортирует ты отсюда. Провальная врывка это происходит сразу же, по-моему. Да и какие королевы, блин? Хотя нет, королеву-то можно вот покуснуть будет. Королеву Стрэндж покуснул. Уйти нужно, конечно, отсюда. Линг покусит демеджа нахадептов. Вот чертяга. Вот пухлячи дает, а. В зале не занимается, понимаешь. Зато укусит роучами хорошо. А корейцей довольно. А потому что Старкрафт играть надо в первую очередь. Ему. Так, роучий двух Стрэндж поднимает. Всех забрить не смог. Приходит вперёд Линок. Уверчажи нужно ставить, да поднимать фениксами, да на уверчажах сливать их просто. Пошли уверчажи. Чё-то нихрена ни докуда не достают они в итоге. Так, здесь у Стрэндж Изи здесь отбивается. Два роба по два Аммортала строится. Расклад хороший. Чарж, фаржи работать начинает. У Линока четвёртой нету. Инфу Блайров на турнире отрут. Какую инфу? Что ты имеешь в виду? Что будет этот матч или там какая-то дополнительная инфа есть. Я это писал сегодня Кэтсу, Блай скинув мне его контакты. Кэтс сказал стрим, братишка, мой турнир, только логотипчики поставь. И всё будет бодренько. Так, десять гейтов у Стрэнджа. Фотонок добавляет. Хорошее количество. Здесь Люра приходит. Ой-ой-ой, Люра что-то от Стрэнджа неожиданно пришла. Готов ли Стрэндж биться? Оверчажа нужно выставить. Обсервер где-то сзади. Что ж он там делает-то? Можно подварпить сейчас Архонов. Есть. Есть. Так, есть архивы темпларов. Почему Архон это не варпится? Юниты вообще не варпятся у Стрэнджа сейчас. Билды неплохие пошли. Так, Люра где-то сзади. Обсервер сбивает на халяву сейчас. Ну ё-моё, как Обсервер-то потерял-то? Так, здесь нету энергии. Довар взялков пошёл здесь на хайграунд. Выбивает Лина к рампу. Он не будет заходить дальше. Он на халде. Сейчас гейты выбьет и всё. Обсервера нужно сейчас ни в коем случае не отдать. Фениксами ворваться. Поднять часть гидры. И просто подраться сверху узелками, снизу узелками. Врывается Стрэндж. Обсервер где? Обсервер где-то сзади. Поднимается Люра. Гидры слишком много приходят. Люру поднимает Стрэндж. Но Линок фокусит этих Фениксов. В итоге... Так, ну хорошо хоть Уверсира зафокусил. Люра выжила в итоге. Значительная часть Люры причём выжила. Линок дает. 165.85. Неожиданный врыв Люры минус Стрэндж. 2-0 изи Линок. Ну как собственно и предполагалось. Чудес как бы я особо не ждал. Но понимал, что могут побиться нормально наши. Как-то КАЗ в вторую игру даже получше побился, чем Стрэндж. Вот. Ну... Вот сейчас всё в этой игре было нормально у Стрэнджа. То есть ему не хватило буквально чуть-чуть тайминга. У него уже 6 гидов. Стрэндж, точнее Линок сейчас пошёл вперёд. Вот. Это неосознанное было движение. В плане того, что он не знал, что именно есть у Стрэнджа. Но. Он пошёл и реализовал. Хотя. Если бы гиды на 30 секунд быстрее строились эти примерно. Открылись бы 6 гидов. Архивы темпларов. Просто вот в замесе Архонщика штучки 3 и всё как бы. При первом контакте развалился бы Линок в холомище. Вот. Но. Он пришёл. Гиды не открыты. Обстоятельства таковы, что идеально пуш его прошёл. Здесь Стрэндж вообще не ожидал. Стрэндж думал сейчас сам пойду убивать как бы. Вот тебе и пошёл. Просто с трёх бас причём Линок пришёл. Не с четырёх. Ну. Реально чуть более чётко сыграть. И вообще в хлам было бы. Ну это всегда как бы чуть-чуть-чуть. Но не сыграл Стрэндж. И мало кто может. Ждём следующую игру. Так. Присоединяю сейчас я. Организую горло полоскания быстренько. Стрэндж. 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 Ну и что. Пок dent нет никого да выгрили? А нет. Супер есть уже. Ну что, Блай супер сейчас будет, насколько я понимаю На кипбете ставочки есть, кому интересно, ставьте Блай там фаворит по коэффициентам, между прочим Это заманчивая, на самом деле, тема такая Я сейчас вернусь буквально через минуточку Продолжение следует... Продолжение следует... Жесткий этот Юдинол, конечно Чистым особенно... Оп, какой тайминг от меня великолепный Поехали! А, это КАЗ против Супера, ребятки Погодите, не Блай, не Блай, прошу прощения Не ту я вам дал картинку На эти картинку Все посмотрели, давайте игру смотреть Поехали! Терминал, карта Таких карт шляпных я давно не видел Очень, я ее не любил всегда Ставочки есть, в общем-то А, Плайчик, здесь все отлично Всех еще раз приветствую И благодарю за внимание, за поддержку, за все-все-все Сегодня еще и лига от СК-2МПРУП вечером будет Попробуем тоже ее посмотреть Ну что, КАЗ-Барагаз Супер идет в разведку Супер Барагаз нету До Кибернетки Супера мы, кстати, сегодня видели на GSL Кто днем был, смотрел И он великолепно Просто с Рагнароком отыграл Нет, это карта-терминал Карта, где просто Было печально с зергами играть И с ума зеркор строится Мазеркор полетел Ну, а Дэп здесь-то и ждет У КАЗа Старфорд Так Ну как те лаба Ого-го, КАЗ собирает Смотрите, с медилаками пушить вот отсюда Мейн, видимо Кстати, на этой карте Однобазовая тирана стиль вполне может хоккотить Циклон КАЗ строит А зачем Циклон-то? Плюс три барака Загружается Все, полетел КАЗ к оппоненту своему Кстати, вот этот КАЗ не прикрывает Вот здесь вот можно спокойно дропнуться Где сейчас пилон заказан И разваливать отсюда КАЗ наглую через пилон Говорит, о чем я? Что нам, кабанам? Итак, проеду Мариков немного Так, неплохо минка стреляет Ну все, минус медивак КАЗ тупит сейчас Отдает медивак в итоге Отлетает от Феникса Дропывает Мариков четырех Ну что, успел дропнуться, кстати Полечим Арика одного Пусть он, они хотя бы Напоследок не наркоманами-то погибнут А живыми Живчиками Ну, то, что они, живчики Не сильно им помогло А в сервер строится Супер, почему-то пробок не уводят И... Куда ты, КАЗ не сконтролил? Сюда ударил Штук бы вообще шесть мог бы убить Но три еще убил Так и так Ну, сейчас А в сервер вылетит Все накажет У КАЗа Однобазовая какая-то Тема идет, как я и говорил Минус Феникс Сейчас с Циклоном Либераторы, танки Но КАЗ не собирается Отсюда присылать КАЗ собирается прям Кстати, можно с мейна Выйти вот отсюда Можно было пробить камни И вот так вот прийти К камням вражеским, например Здесь адепты приходят Билд Хэппи, кстати Напоминает очень сильно мне Но Хэппи не строит Викинга Хэппи строит Медиваг Шестьдесят семь Шестьдесят четыре По лиамиту Шестьдесят пять Пошел выход от КАЗа Выход мощный Реально, лимита больше Здесь есть один Иммортал Можно к камням зайти Сейчас изи просто Было бы КАЗу Зря он танки не добавляет Викингов добавлять Я не знаю, зачем КАЗу Викингов Столько много Лучше бы пару Либераторов Добавил бы Чтоб пару было Хэппи щиты еще со стимом делать Но КАЗ такой чисто бесщитовый Бесстимовый вариант Вот, пожалуйста, минус Либератор КАЗ сейчас делает Зачем, правда, Супер полез вперед Вот этого я тоже не понимаю Танки сиджить нужно КАЗ сиджишь ты, танки Танки сиджат Супер подходит Супер разваливается Один танк не достает ни до чего Нужно ближе подвести его Что ты, КАЗ, ждешь-то? Подведи ты этот танк ближе Медиваг не строит Вообще тоже бред какой-то от КАЗа То, что Медиваг не строит Супер подконтролил Опять, короче Танки ближе Еще нужно передвигать КСМ-ок еще больше Есть четвертый танк подъезжает Я не понимаю, что КАЗ стоит У него никто просто не атакует Из двух Два танка вообще не атакуют Зачем ему бункер Здесь тоже не понимаю Так, пилончик добывает Добивает, точнее, добывает Ну, может быть, и добывает Можно сказать Так, танки сидятся Вообще, как ущербно КАЗу Сейчас просто Как он конструирует Вот это вот ущербно Все, я не понимаю Да вот сюда нужно Бункер отменить Танк ближе Чтобы он уже атаковал Так, пошел выход Супера с пробками Вперед Фениксами подним Вик Да, Фениксами танки поднимают Мариков много у КАЗа Нужно бункером фокусить Фениксов Фениксы что-то не фокусятся И Мортал Бункер развалил Отступает КАЗ немножечко назад Великолепная атака Со стороны Супера КАЗ вообще ничего не фокусил Просто от фокуси Фениксов победа ГГ Все через Аклик дралось Я не знаю Что здесь КАЗ контролил Ему нужно Мариками было отступить Бункером через Шиф Прокликать Фениксов И Мариками отступить Через Шиф Прокликать Фениксами Вот единственный контроль Который от него здесь требовался Прокликать Фениксов Прокликать Фениксов Так Пошла хрень Да нет Позора тут никакого нету Ну контролить нужно лучше в замесе Просто если бы КАЗ Почему нужно именно Фениксов Было фокусить Если бы КАЗ Фокуснул Фениксов Танки бы Назад бы Приземлились бы И неплохо бы выдавали 1-0 Супер Дальше Блай будет Супером играть Может быть Булая получится Разбомбить Ну что чай пожалуй готов у меня К приему Внутрь Ну что Барак у КАЗа Здесь все стандартно Тоже гейт Нексус 310 Супер 270 КАЗ Ну что посмотрим Что КАЗ здесь делает Улучшение Завершено Смерть на пороге КСМ готов Прилетает КАЗ с рипером Не реагирует Супер нифига Вообще ни на что Рипер гранатку кинул Десяточку демоджи нанес Ну сейчас реген начнется Выходит адепт И все супер Расконтролил Отконтролил Пользователь серг 7 реал Активировал премиум на ваш канал Спасибо серг 7 реал Спасибо всем ребят за внимание Спасибо что смотрите Так прилетает рипер Улетает рипер Два раза получил От адепта Нужно сваливать Спасибо всем за поддержку За премиум и не только Очень приятно Мероприятий у нас будет Еще некоторое количество Сегодня Завтра Ну и в ближайшие дни ИМ Тайпи Но он правда очень неудобное время Будет начинаться Я не знаю если получится Я может быть его постримлю Если нам все таки дадут Слот там Посмотрим Ну что блинк бустится Диеты добавляются Три штуки добавляются Сейчас С супером Такое у меня ощущение Что это блинк под пуш будет На четвертой минуте Все это дело было заказано Здесь циклон Банша у касса С инвизом Там робота есть У касса Соплай блок Какой-то просто невероятный Циклон не строился Время дофига Ну и я сомневаюсь Что с баншой Касс здесь что-то отобьет Конечно И после еще блинк под пуш А даркшайн То есть это возможно Блинк пуш с переходом Еще в дарков Передропом А может быть блинк Даже оборонительный Не знаю Очень нагло играет Вот с этих Какой-нибудь хэппи Прилетел бы уже Либератором просто И вот этот пион Вообще Что бы он Смотрел бы Как либератор Вот здесь вот разложен И просто пью-пью По рабочим делает Ну еще пилон Добавляет Супер молодец Вынужден Вынуждены просто Сейчас пилонов Прог строить Потому что Иначе либератора Могут напрягать Очень сильно Обсервера Касс не сбивает Но сейчас ревена Кстати сделает С ревеном может быть Что-нибудь Светит конечно Кассу Сейчас убьет Обсервера Потом еще И Врыв примет Этот очень хорошо Сталкеры с адептами Уже приходят А в сервер минус Нужно вычинить Сейчас депушку Депушку вычинить Конечно же не получается Но минус адепт И минус Сталкер один Так Будет адепт врываться Так Сталкеры заходят Циклон стоит Адепта не законтролил Ой Все Законтролил циклоном Адепта Касс Молодец Ну Врыв от Протса Я бы не сказал Что провальный Но Мягко говоря Не сильно Много Результатов Приносит Этот врыв Есть танк Потери у Протса Выше Касс Я не показал вам Как Касс Баншу потерял А кто Баншу-то убил Вот этого я даже не понял Баншу-то Баншу-то Странно Кто Баншу-то Убил Сталкер Наверное Который А нет Сталкер погиб Здесь на рампе ХЗ Не суть вопроса Банша погибла Вот в чем факт 1-1 Касс делает М4 Гитая Еще добавляет Супер Третий Нексус Начинает Дебавиться У Касс СС-шка Есть И это Очень хорошо Вот Супер На ГСЛ Играл Через Грэйдэ Я его хвалил А здесь Две фарши Пошло Смотрите И здесь Супер Добавляет Фаржин Странные Позиции Конечно У Пиона 0 убийства Было У этого Если бы Он убил Там было бы Одно Там у всех По нулям Вот это Это и странно Минус Талкер Минус Марик Ну что Бараки Еще добавляются Один Сразу же На лабе Нужно бы Кассу Ой Дарки Прилетели Смотрите Дарки Это кстати Уже давным Давно Были Между прочим У Супера Но прилетели Только сейчас И прилетели Это очень удачно 10 ксм Кассу Минус Ну Пока Это Какой-то Перелом Не вносит Кстати Даже Супер Играет Без адептов Особо Пока что Но скорость Атаки Адептов Все равно Делает Архонщика Можно слить Одного И без чаржа Это провал Нахрена Столько Зелков Если у них Чаржа Нет Касса 4 танка Все в кучище Ужасный Просто стоит Юнитов Расплетел Просто Как-то Я не знаю Жестко Сейчас Сойдет Супер У касса Все в куче Стоит Стимпак Касс не прожимает Вообще Забыл Наверное Что такое Слово Есть ДГ Но это Хлам Вообще В полном Реакция От кассы Как Я не знаю Реакция Очень медленная Была Сейчас На эту Атаку 80 126 Здесь Все очевидно В этой Игре На самом Деле Это 2-0 В пользу Супер Да Ну ничего не поделаешь Ждем Блайщика Наблаився Надежда Наблаився Так Продолжение следует... 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 Игра возобновлена. Всё, я вернулся. Воонийская исследовательская станция. Карта. Ну что же, поболеем за Блая немножечко. После пилончика Супер едет в разведку, Билон. Не совсем идеально заказан, но нормально. Зачем Супер едет в разведку? Чтобы понять, ставить ли ему Баску. Или нет. Блай Баску ставит на лоу-граунде, кстати говоря. Хата пошла. Супер проезжает. Хату Блая не видит. Видит, что пула нету. Ну и Нексус-то оказывает. 17-й гетто пошёл. Пул у Блая пошёл. Ну, Блай будет своим билдом играть, я уверен. 17-я хата пул, 3-я хата до готовности пула. Привет, Лул. Всем привет. Межеет Межеет Надо кому-нибудь что-нибудь высрать, всем надо. Гейт второй почти готов, точка сбора на вторую стоит, начинает немножко добываться. Ну, супер как Стрэндж, два адепта билд подобно используют. Ну, а что тут в этом билде? Это билд стандартный для всех, 17 нексус, два гейта кибернетка. Так, третий старый гейт пошел. Блай прибегает, пилон не грызет, адептами забегает, два линга оставил. Адепты отбиваться сейчас будет, Блай на вторую врывается. Сейчас пробки будут кататься в итоге сейчас. Одну пробрел, две пробочки Блай пробрел, уже эти четыре линга фактически окупились. Не понимает Блай в какую сторону, лучше побежать. Пробегает, видит, что Старгейт не отменен до сих пор. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё, не хватило. В наглую, прям под адептом пробку стал Блай бить. Вот нет, чтоб другую какую-нибудь. Ну, ладно, в принципе, эти четыре линга вполне окупились, пробки покатались, пробки погибли несколько штучек по рабам. 35-40 уже в пользу Блая, но здесь третий нексус пошел. Блай, это прекрасно видит, кстати говоря, что здесь третий нексус пошел. Нужно халявить, нужно дозаказывать рабов еще, чтобы минералы идеально добывались газ. Ну и выходить во что-то, либо в четвертую хату какой-то макро, либо раучер элджерами пушить. Карта, посмотрите, на этой карте какое пространство под третий нексус. Все пушили этот нексус раньше. Это нужно понимать, если Блай... Ну, Блай играл на этих картах. Плеер пошел, я думаю, что ему обязательно нужно сейчас просто пропушить. Вайлайт поздний. Фениксов Блай видит, спорки нужно заказать. Почему спорки не заказывает? Блай видел же Фениксов, прекрасно. Пока все замечательно, Блай развивается очень четко. Два Феникса сейчас три будет, Блай решил, что спорки ему не надо. Финалисты Дримхака и без спорок отбиваются. Феникс это летает, чего спорок-то нет? Действительно, странное решение у Блая. Руч, Ворон, Пуржа, готовность и Лейра. Будет ли Гидроден? Хороший вопрос. Нет, все-таки пошли спорки, но по таймингу попозже. Здесь вот Фениксы летают, Блай видит, криптуморы дальше двигаются. Хату себе четвертую заблочил. Блай, куда ты криптумор ставишь? Ну, ё-моё, придется криптумор убивать. Ну, в принципе, криптумор-то ничего не дает, не жалко его. Вот спорки нет, Овер погиб один. Нет, чтоб чуть раньше спорки заказать. Надо Овера потерять. С дрончика какого-то подрезал супер уже, до одного с газа. Гидроден делается, Роуч и Мув делается. Что, Реводжер и Гидра будет, или что у нас? Пока я, честно говоря, не могу понять, но для Мита Блай много скопил сейчас. Видимо, да, Гидра будет. Мув рейндж Гидре сразу, Гидра Роуч и Реводжеры, возможно, в перспективе. Здесь прилетает Супер Фениксов, 5 штук, начинает харасить Королевы вниз. И тут Инфестейшн пошел. Что Блай делает? Я пока не понимаю просто, что Блай делает. Почему он не хотел корейца просто на трех Нексу? Смотрите, здесь какая широкая пространство какое. Отсюда зайди, отсюда зайди. Все равно часть зданий где-то вообще вне боя будет. Просто идти и пробревать нахрен. Лайн Фестейшн в Ультру, что ли, собрался выйти? Может быть и в Ультру. Пока вообще не понимаю. Линги что-то бегают зад-перед. Лениксы летают. Летают. Не знаю, куда летают. Вет в порке углая уже. Наши войска атакованы. Феникса одного Блай минус. Ну что, неплохо. По два Эммортала уже строятся. Чарж делается. Два Робу. Супер. Смотрите, у него вообще ничего нету. Вообще. Четыре сделка Эммортал. Ну, Фениксов. В семь. Блин, у Блайа мог уже прийти сюда. У него там 150-160 бы было. Блайа зато пять баз сейчас. Правда, золото он не добывает. А видел, Супер, вот эту. А, он вот эту хату вообще Блайя скупс отнимил. Спорки пошли. Нужно третью-то. А здесь ставить еще две. Что они прикрывают, эти спорки? Непонятно пока мне. Так, газ еще запиливается. Газ нужно было добывать, начинать тогда. Газ добывать начинает. Молодец. Золото. Два дрончика. Тоже добывают. 80 дронов. Угла есть. Нужно с мейна. Вот с этих баз на золото сейчас побольше перевести. Супер четвертую ставят. Супер очень пассивен сейчас. Два дрона на золоте подрезал. Вижу вайперов. Вижу Грейтер Спайр. Люра. Люра. Бруда, что ли? Или что это вообще такое? Грейтер Спайр. На золото, по газу, по минералам. По всему нужно золото раскачивать. Два дрона на золото. Так, Блай здесь спорки достроил. Настя, да, перекопать-то, защитить. 195 супера. Идет он вперед. А Блая 158. И только Караптеров заказывает. Блин, я смотрю на Блая, он что думает, кореец вообще в атаку уйти не будет, что ли, или что? Грейтер Спайр тысячу лет как есть. Караптеры только заказаны. То есть уже Грейтер Спайр готов. Блай по факту Караптеров заказывает. Караптеры должны быть заказаны при обычном Спайре еще. У Кагрейтера нету. Так, здесь Линги забегают. Здесь супер длинная застройка, это в итоге решает. Так, Дилка пытается прогрызть. Пениксы поднимают. Еще до Блай. Ну, это отдача Лингов, которые вообще нахрен не нужны сейчас Блай. Караптеры где? Почему Бруда не морфится? Так, Люра есть. Бруду нужно морфить. Так, начинает морфить Бруду Блай. Супер приходит, видит Люру. Ну, Золото пойдет, сейчас он убьет, естественно. Почему бы и нет? Так, Архоны притягиваются. Ни один не минусуется, что самое интересное. Перекапывается Блай, смещается к Золоту сейчас. Можно зайти и на Золото, между прочим. Люры много приходят сюда. Копается Блай, ну Фениксов много у Супер. Он сейчас может поднять просто Люркеров, и это будет хорошо. Но если зайдет далеко, может потерять Аптерверов, и это будет совсем нехорошо. Плюс Зеленка у Блая есть. Может Зеленку поставить было легко сейчас просто. Брудов реально много. 300 гейта ставят. Плюс к одному имеющему сейчас Супер, чтобы Брудов законтрить. Блая 200. Вот сидеть сейчас Блая ни в коем случае нельзя. Ему нужно действовать. Иначе плохо будет. Вперед все, Блая пойдет. Сейчас вперед Вайперов. Зеленку хоть кинь, что-нибудь кинь, Блая. Так, Зеленки две Блая кидает. Так, Супер Фениксов особо не контролит. Сейчас только законтролил. На золото рабочие поперлись. Сейчас, да не надо идти. Ё-моё, как он дешево разводит Блая сейчас. Идти вперед и все. Просто вперед. Видно, что кореец не хочет, чтобы к нему пошли. А когда они кто-то не хочет, чтобы к нему ушли, нужно к нему зайти. Грэйдов Блая не делает. 1-1 сделал. Ладно, грэйды бы штамповал сейчас вовсю бы. Так, несколько роучей заходят. Грэйдов Блая начинает поднимать. Глай там брудов все делает. Сколько у него брудов уже есть? 8 и 2 морфикса, 2 темписта, еще 2 заказных. Супер все ходит. Крип вычищает. Вот у Блая 200, но он что-то ждет. Он что-то пассивничает. Я не знаю, что он здесь пассивничает. 2 200 ресурсов уже. Крип не восстанавливает заново. Грудами летает зад-вперед. Вайперы есть. Вот когда этот микс был хорош, Блай просидел. Теперь когда этот микс так себе, Блай вперед пойдет, да? Да, так и есть, Блай вперед пошел. Спорки заказывают, сплетки. Тут 2 люра есть. И морфлы приходят, разваливают все. Добрый минус. Ну, золото сейчас упадет, конечно. Супер зашел. Артель уже, правда, потерял одну штуку. Так, заходит гидра. Люра, Бруда где-то сзади. Так, вайпер. От вайперов нужно отлететь сейчас. Зеленочка на фениксов пошла. Как она сейчас демеджит? Супер фениксов не сплетанул. Потерял всех. Но в итоге прилетает люра с Брудами. А прикрыть-то от темпистов нечем абсолютно. Почему? Потому что гидра слилась сейчас. Супер идет в размен. А у Блая до заказа 8 карапторов. Короче, Супер сейчас в размен выиграет. Так, здесь у нас карапторы прилетают. Темпистов начинает Блая монстрить, убивать. Нужно темпистов убивать обязательно всех Блая. Тогда есть шанс выиграть. Почему? Потому что 10 карапторов еще строится. Здесь микс какой-никакой остался. Брудов нужно смещать вот сюда. Вот Блая смещает. Люру нужно закопать. Че люра-то не копается? Здесь Супер все везде ходит, выбивает. Дронов нужно Блая увезти. Здесь несколько юнитов осталось. 2-2 грейды Супер выбил Блая. У Блая, кстати, много сейчас ресурсов. Куда? А где Блай? Ну, ё-моё. Ну, вот это чисто, блин, в Блайовском стиле сейчас было. Что именно, я имею в виду? То, что он взял, натерял где-то оверов, которые висели, вместо того, чтобы увезти. И в итоге, вместо того, чтобы заказать ультралов, у Блая сейчас есть возможность ультралов именно заказать. Блай вынужден сидеть и ничего не заказывать. Вместо оверов. Точнее, вместо ультралов оверов вынужден строить. Так, темпистами кайтит. Супер сейчас. Блай коррапторами криво законтролил в итоге. Нужно разваливать всех этих темпистов к чертям собачьим. У них есть атака уже. Коррапшн есть. Блай кидает и коррапшн... А, погодите, это ж не коррапшн теперь. Коррапшн больше нет никаких. Ну что, еще шесть коррапторов Блай строит. Отвел рабочих. Здесь заказал, кстати говоря, в хату на четвертой базе. Так, оракулы прилетают. Иммортлы пришли, отдались. Оракулы сейчас... Так, а что оракулы делают? Коррапторами прикрою люру-то, ё-моё, Блай. А, Блай с темпистами дерется. Всё, темпистов больше, чем коррапторов. ГГ. Не хватило Блаю. Ну, кривовато в размен пошел, мягко говоря. Мягко говоря. Дома ничего не оставил. Нужно раньше гораздо было. Блай сидел и ждал. Супер его разводил просто дешево. Вот здесь вот бегая между золотом и этим. Вместо того, чтобы Блайу сразу выйти и заставить уступить игрока, оппонента. Блай сидел, а в итоге вышел поздно, когда уже тирана достаточно юнитов, чтобы пробрить было. Ждём вторую игру. Ну, более-менее что-то показал. Ну, более-менее что-то. Продолжение следует... 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 Второго роба пошёл, супер. Проходит здесь, проходит здесь. Стоит прям хозяйственный такой, строит прям тут всё. Инфраструктуру стоит, там все дела. Ручшие ревозеры так и не идут. Два роба иммортала строятся. Блайспайр заказал, но если ты Блайспайр заказал, почему ты не заказываешь, чёрт побери два газа тогда на золоте-то? Пора бы, пора бы уже, намутались. Просто не хватит газа. Наконец-то Блайз заказывает на золоте втором два газа. 10 роба и дестабилизаторы. Супер обнаглел маленько, играет вообще без таргейтов. Блай, я думаю, должен понимать, сейчас выход будет. Так, 10 роучи ещё. Не понимаю, чё Блай... Муталисков не будет. Муталисков не будет. Печально. А что же будет у нас? Будет забегание от Блая какие-то нелепые. Так, иллюзия ещё раз летает, роучи всё равно выходит. Супер. Ждёт Блая уже. Четыре филдана, там пару лингов роучи. Не очень хороший расклад. Угу. Два колосса пошли. Супер решил, что можно и с колоссами сыграть. Семь муталисков, я наблюдающих. Ублая надёжна. То есть, имея иноземные войска, и выходит мутку при этом. Так, Имморталу нужно покуснуть. Поля кончились. Имморталами минусуют в итоге. Остальные живут. Нужно ли лезть дальше? 163 сейчас лимита у Блайщика. Супер немножко охлаждает пыл. Фаербулами отступает. Пятая хата готова. Всё. Газ на пятой добывать начинаем. И сейчас просто невероятно, невероятный прирост газа будет. И муталисков можно просто отмасить. Просто, ну, уже 11 есть. Супер идёт вперёд. У Супера, кстати, сталкера. Их много, реально. Блай шестую, седьмую ставит. Уже Блай даёт. Это уже сильный расклад. Это уже сильный расклад. Мутка врывается. 13 муталисков и 4 ещё и добавляется. Ну, чтоб он накидал Блай фаерболов. Здесь супер встречает. Муталисков отгоняет. Мутки всё больше и больше. 22 муталиска и 6 строится. 28 сейчас будет уже. Нужно Блай всё сконтролить в кучу сейчас. Грейтл есть. Вторая атака заказа на мутку. Главное, что старгейтов сейчас корейст там не намасил. идёт вперёд. Мутка и нужно врываться. Блай что-то по карте летачит. Супер придёт в размен. А Блай только-только что-то тут это летает. 26 сталкеров. Ну, есть СН-3 4 штуки. Мутка пролетает. Блай, что ты делаешь? Блай, ё-моё. Реводжеры ещё морфятся. 197, 161. Пошла атака. Блай решил прям в лоб сейчас Супера развалить. Сталкер одного подрезает. Прорывается муталисками. Фокусить там что-то. Что там СН-3 отфокусил? Сталкеров. Сталкеров не отпокусил. Ой, попадая сейчас на фаербулы. Супер. И чё Блай боится-то так сильно? И почему мутку больше не мазит? Для меня загадка. 146, 196. Муталисков 28. Сталкеров 28. Да дерись уже, Блай. Дерись же ты. Дерись. Мужик. Мужик. Не вразмен. Я не знаю, Блай. Не вразмен не идёт. Не дерётся. Непонятно нихрена. Так, фаербулы пошли сам по себе. Блай сейчас накидал фаербулчиков. Красавушка. Так, мимо Супера. Сейчас накидал. Муталиски летят. Муталиски сталкеров 29. Муталиск ещё заказан. Нужно заходить. Мазерпор прилетает. Мазерпор фокусни, Блай. Вот. И улети отсюда просто. На золоте рабочих поубивал. Реводжерами можно вот это золото второе фокуснуть. Блай врывается. Уже в целенаправленные размены идёт. Полноценные. Абсолютно. Сталкеры пришли назад. Блай принимает бой со сталкерами. Нужно ли ему драться сейчас? Супер поделил свою армию. Кстати, грамотно её поделил. Муталиски летится. На золото врывается. Неужели Супер за 130 лимита забреет 199 Блая лимитов? Так. Реводжеры где-то сзади. Кастуют Блай фаербулом. Муталисков 26. Да вот, принимай ты всё. Иди на оклики Супера. Принимай, встречай. Принимай гостей. Уходит на блинки сейчас Кореец. Нужно убить. Тогда, если ты не дерёшься с сталкерами, нужно Колоссов и Морталу Блай убить. Колоссов и Морталу Блай убивает. Сталкеров много, но боится всё равно. Как же Блай боится? Вторая атака. 37 сталкеров. Да, у Супера есть. Но тут же видно, что голый микс-то. Куда Блай ещё он делает, а? Я вот просто не понимаю. Неужели такие корейцы страшные? Что вот голые сталкеры с двумя атаками против Мутки с плюс 2. 34 штук. 4 штуки их Мутки этой. Настолько страшно. Вот сталкеры пришли. Нужно залетать на вторую. Сейчас Блай. Залетает на вторую. Убивает всё. И решил ещё в центре отдаться. Да, здесь Блай походить. Да, решил в центре отдаться, походить. Муталиски пролетают через Нексус. На мейн улетают. Не, ну тут ГГшечка супер, точно. Блай очень чётко сыграл. Мутка приходит. Блай разбирает мут. Очень быстро причём разбирает. Это не надо. Нужно аккуратнее биться. Ещё Муталиски прилетает. Будет драться со сталкером. Да не, нафиг. Не надо с такой кучей драться. Блай понимает. Улетает 27-26. Муталиска против талкеров. Три гита отключены. Здесь один пилон на четырёх гитах стоит, кстати говоря. Блай улетает. Спокойно абсолютно. Не, развернулся. Несколько сталкеров подрезал в итоге. Супер блинкнулся вниз. Кстати, не всеми сталкерами блинкнулся. И Блай в итоге на развороте принимает бой. Муталиска всё больше и больше прилетает. Ну, кстати, муталиска всё больше и больше прилетает. Аккуратней. Блинк агрессивный пошёл. Блай на развороте опять дерёт. 180 на 56. ГГшечка. 1-1. ГГ. Я тебе... Предупреждение выношу. Я вполне определён. Блай сыграл чётко, но в какой-то момент реализация захламала. И это я вполне объяснил нормально. Так, присоединяемся после этой игры на Евросервисе будем переходить. Потому что дальше будет с Мизу, полякам, битва, Стрэнджа и ещё кого-то там. Так, кстати, за 4000 подписчиков у меня перевалило. Даже я не знаю когда, 4010 на данный момент нужно будет завтра на ВЦС, может, пару-тройку премиумов разыграть. Это хороший момент. ГГБРО, здорово. Наши выступают, пока Блай единственный, кто у одного из двух корейцев карту взял. Естественно, Бо-3, не Бо-2. Бо-3. Бо-3, не Бо-3, не Бо-3. Бо-3. Бо-8. Бо-8. Бич Лич поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно Счастье тебе помич Отвечай быстро Я называю столицы, ты страны Хорест, Манила, Лима Да, Бич Лич, сейчас Очень скоро Давайте смотреть игру Блай бежит лингами вперед, у Блая 3 хаты Спасибо тебе большое за поддержку Сейчас списки обновлю, сейчас неудобно пока До столицы эти пространства Если для подковырки какой-нибудь там из Африки Откуда-нибудь из Карибского моря Стран там Там печаль Так, Овер залетает Сейчас контролит Блай все Видит Старгейт Нужно уводить подальше Одного и второго Чтобы не сразу Фениксы хотя бы нашли Ну что я могу сказать Линги убили Зилка восьмером Как-то не очень был врыв Минус овер второй уже АПМ 317 Блая 215 Ну супер нормальная АПМ Что это? Четвертая хата ставится Так, что-то Фениксы с Адептами Блаят Разу 10 роучей делаются с муум Я надеюсь, что это не типичный Прессинг Блаят с закупкой И с подземным муум Когда просто до этих грейдов Блаят дает уже всех роучей Уже очень похоже на что-то такое Так, муфлингом готов Роучин еще не готов пока Спасибо, приезжайте еще раз Сейчас Кое-что мы сделаем Ну что тут Что-то на халяву прилетает Супер королеву шатает Ну трансьюз неплохой сейчас Развитие завершено Укрываются ручь Сортными играми я всех радовал сегодня И вчера часов А сегодня целых 2 часа Что-то приходит Блай Робо Ошибочная позиция для Робо Сейчас от Супера На третьей базе Почему? Да потому что Блай пришел Вот покусил Сейчас пилоны нужно добивать Роучи много 149-93 Хороший куш получается В этот раз Блай не отдает Все до закупки и подземного мула Отступил немножечко от иммортла Сверху 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 вроде как забежал Большей частью Сейчас еще и закупка будет готова И уже можно будет добивать 157 на 90 по лимиту Добивает Форжу С плюс 2 Сейчас Блай Чарж нужно добить Форжу Добить же Блайчик Там Грей делался Сейчас он доделает его в итоге И будет печально Так заходит на хайграунд Все готов Подземный мух Блай Здесь обсервер готов В свою очередь Фениксов что-то энергии много Но постепенно энергия кстати Фениксов кончается Нужно заползать Сейчас что Блай делает Заползание эффективно Пошло 153 на 91 Сейчас ситуация по лимиту Оверчаж очередной Выставляет Супер Блай фокусит иммортла Это правильное решение Абсолютно Нужно закопаться И вот так Блай копается Частью на мейну Хоть Частью на вторую Аб сервера На две части Нету Чтобы разделить И третью Шатает Блай Также чаш отменен В итоге Все отменен 99 163 Красавчик Блай Забревает Супер И сейчас Супер Очень четко Сегодня против Рагнарока Отыграл на GSL Ну то тут GSL А здесь то с Блаем На Америке Я не говорю Что сервер Прямо решает Что Блай На Америке Тоже печально Он не раз Об этом говорил Ну как бы Сервер не родной Там и там Молодец Блай Хорошо отыграл Супер Не готов оказался Ну что Роучи заходят Блай Очень неплохо Все делает Это нужно Блай Для того Чтобы пройти Плей-офф Ему нужно Побеждать Естественно У нас будет 6 недель Вот таких 6 дней Игровых Фактически Групповых А потом Плей-офф На 8 игроков Там Суть в том Что из каждой Команды выйдет Из двух лучших Команд По 3 игрока Выйдет Лучших А из одной Команды Той расы Которая займет Третье место По очкам Выйдет 2 игрока Всего Короче Вот такая Ситуация У нас Плей-офф И будет Молодец Блай Это сделать Но Финалисту Дримхака Не страшно Проигрывать Супер Не ссы Это тебе Не на GSL Куда Катать Все нормально Пацаны Поймут Пошли на Европу Почему в куда Ребята Пора 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 В кода С Супер В кода С Если что Сегодня Стал На изи На изичах Стрэн Стрэнж Стрэндж Мизу Сейчас А потом Блай Против Мизу Польского Тиранчика Такого Мизу Какой Опасный Смотрю Спасибо Всем Еще раз За поддержку Ребят Я Рама Куда Кидать Бабло В монитор Не надо В описании Реквизиты В лейере Кнопочка Со значком Рубля Так Захожу В игру Что По коэффициентам Стрэндж Мизу Ну что Стрэндж 1.60 Мизу 2.15 Я думаю Соответствуют Действительности Примерно Я уверен Что Стрэндж Здесь Фаворит Но Так Давайте Обменяю Я Быстренько На Одну Ц 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 Ну Так На Стрэндж Тут Уже Я Тоже Единичку На Стрэндж Я думаю Тут Изи Стрэндж Должен Быть Хотя Мизу Может Быть И Неплох Поляки Они В целом Сильные Как Бо Игроки Ждем Стрэндж Продолжение следует... 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 все контакты в описании все в описании пристройка завершена пристройка завершена выходит вперед мизу шатали основной состав rockskiss возможно ребята и шатали но если только как в дмб видели знаете дембельский поезд и души-туду-туду-туду-туду-туду-туду кровать и кровать в шагов могли заходит стрэндж адептики врываются либератор что-то много но адептов у стрэнджа вообще до хрена гвардиан шилд рублен гг точнее мизу покидает игру да да проводник чаю не я не служил просто шучу а а а Продолжение следует... Так, ну что, заходим. Вторая игра должна сейчас быть. Кто у нас из желтых-то есть? Антоха Бзик. Так, сейчас возьмем. Так, сейчас возьмем. Так, что Юр? Может, разыграешь премиум, если свободен сейчас? И не разыграешь? Вопрос задашь кому-нибудь хитрый, я тебе скину. Давай, скайп тебе скину тогда. Сейчас, чтобы удобнее было скопировать просто. Что-нибудь хитрое придумай. На Яндекс 50 рублей приходит от Ирама. Спасибо тебе большое. Все-таки нашел как и где. Спасибо за поддержку тебе. Никин поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Смотрю стрим, держишь? Хорош. Спасибо, Теникин еще. Оп, циферки меняются. Циферки меняются. Я радуюсь. И смотрим с вами вместе вторую игру Стрэнджа против Мизу. Ну, кстати, если Стрэндж выиграет Мизу 2-0, то тогда у него будет шанс на выход плей-офф, насколько я понимаю. Потому что... А, ну хотя он 0-2 слил, да, Линаку? Ну, Линак силен, конечно. 0-2-2-0, 1-1 по матчам, 2-2 по картам. Я думаю, шансы еще сохранятся какие-нибудь. Стрэнджа, хотя не уверен. Он же будет еще раз играть, как бы еще один день точно. Вот. После матча Стрэндж Мизу будет матч против Блайчика. Пробивает Стрэндж здесь на рампе камня. Твайлайтик делает. Очень ранний, кстати, Твайлайт. Что это? Кстати, на этой карте блинка адептами можно, ну, очень сильно шатать. Особенно с таких позиций. Ой, тут разводить тирана можно просто великолепно. Стрэнджа выходит. Стрэнджа выходит. Ну что, блинчик бустится. Тридцать три, тридцать семь по робам, робо строится, инженерочка у Стрэнджа, третий, простите, у Стрэнджа, у Мизу, третий Нексус запиливает Стрэндж, не спешит вперёд идти, через блинк решил надёжный третий Нексус поставить, не через адептер. Кстати, что сегодня за день-то, пятница? Ну да, пятница. Стука стримов и не отдохнуть-то ни хрена. Сейчас ещё Тим Лига будет после этого дела всего. Так что не расходитесь, ребят. Сейчас Стрэндж отыграет с Мизу, потом Блай отыграет с Мизу, а потом будет у нас командная лига от СК-2 Инпруф, Миллениум против НБ первые матчи, второй не помню, кто там играет. Ну, короче, интересно будет. Так, вопрос, я не знаю, Юру куда делся. Какой-нибудь вопрос будет там в одну пятницу. А этот один премиум всё равно. Какой пивасик? У него не пьют на шляпу. Так. Стимпатчится Мизу, идёт вперёд. Пилончик падает. Это что, пуш без... Ой, Мазеркор сейчас потеряешь, стрэч из ГГшечка будет. Что ж ты делаешь-то, ё-моё? Пилончик достраивается здесь, но ещё не готов пока. Значит, пробочек немножко отвёл. Блинк у сталкеров готов. Кстати, блинк-то давненько готов уже. Отходит Мизу немножечко назад. Несмотря на достаточно удачный врыв по потерям, всё равно Стрэнджа третий не Иксус жив, а 10-сэшечки-то пока нету. Мизу добавляет продакшена сейчас. АПМ. Сколько там АПМ у него? 209 АПМ. Достаточно вполне АПМ. Два либератора залетают. Куда они сейчас залетят? Хороший вопрос. Стрэнджа пилончиков побольше добавил. Здесь несколько юнитов всё ещё стоят. Мазеркором нужно подлететь. Так, либератор раз ласкладывается, подвлинкивается Стрэндж, минус либератор, залп буквально. Пробки в одну. Один минерал только он сейчас убивает. Здесь оверчажами Стрэндж отбился. Всё-таки сталкера одного минус ту, но два либератора Мизу зато потерял. Я вижу, что делается Фьюжн Корр для того, чтобы дальность с либератором увеличить. Стрэндж свою Сентрю зафокусил? Это я не видел. Да, согласен. Тристрам поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Помич, обалдел совсем. Спрашивать в пятницу, какой сегодня день. Спасибо, Тристрам. Да мне-то что пятница, что что. Я-то всё время на on fire, что называется. Если необходимо это. А сегодня это необходимо, потому что сегодня GSL, сегодня keep better race wars, сегодня командная лига, это скадываю импрув. Целых три мероприятия, которые я буду стримить. Командную лигу я выяснил вчера, только позже увидел. Но, как вы поняли, будет. И мероприятий всё больше и больше, что самое крутое. Что самое крутое. Завтра финалы первой недели ВЦС за 4 квоты, соответственно, на уже финальный турнир. Завтра Россия против Китая будет биться. Мероприятие такое будет на азиатском сервере. И послезавтра у нас что? Послезавтра у нас воскресенье. Кстати, вот воскресенье, я не знаю, может быть, там ничего не будет. В воскресенье я не помню, что у нас происходит. Первого числа, зато первого числа, начинается EM Taipei, где, возможно, дадут нам слот. И там очень крутой состав, правда, в 6 утра начинается. Но если я успею режим перестроить под 6 утра, может быть, и постремлю. Когда вебка будет, когда будет время у меня выйти, возможно, воскресенье, понедельник как раз и будет этот день. Ну что, 152-161, лимита у Мизу много. 1-1 грейды, у Стрэнджа 2-2, но выхода пока не намечается. Отличается. Бустятся гейты. Гейтов сколько у Стрэнджа? Гейтов 11 штук в данный момент у него. Нет, выход пошел, на 2-2. Ну, на 2-2, кстати, самые жесткие тайминги, на самом деле, на 2-2 и есть. Так, здесь у нас Либераторы залетают, еще раз пытаются. Так, Стрэндж идет вперед. У Мизу ни Гастов, ни Либераторов дома. А не, Либераторы есть. Здесь 4 штуки, 4 Либератора, можно обойти сверху сейчас Стрэнджу. Либераторы раскладываются, начинается убийство рабочих, просто жесткое. Здесь 4-ая ТЦЦ-шка строится, будет ли Стрэндж врываться? 190 на 171, Мизу, так, кстати, по лимиту, это все замечательно, я смотрю. Адептики врываются, сталкеров, ну, очень много. Агрессивный, блин, вперед пошел. Адепты телепортнули, сделал камни, дает Стрэндж своим пройти, Либераторов-то фокуси же, Стрэнджик, что ж ты делаешь-то, Либераторов не отфокусил, минус Стрэндж, ребятки, 1-1, похоже, будет. Кстати, вот то, что Стрэндж отдает карту, может не дать ему выйти в итоге в финальную часть данного турнира, насколько я понимаю, там все важно в итоге для результата. 87-143, как-то, честно говоря, не очень сейчас драка прошла. Под Либераторов так прыгать на лимит превосходящий Тирана, даже с преимуществом по грейдам не очень. То есть сейчас Стрэндж еще Либераторов не фокусил, да он и не мог их там физически всех фокуснуть. Нужно ли было лезть? Думаю, что нет, нужно было делать 3-3, шторм там, и т.д., и т.д., и т.д. Переходят Мизу, 90 на 45 по лимиту, Либераторы, а когда лимита так мало, с Либераторами вообще ничего не делал. Зашел Стрэндж, просто за залп, Либераторы фокусят Архона, а это уже гигантский ДПС называется. Либератор минус. ДГНчик. 1-1, ребятки, 1-1. Так, 3-3, кстати, спасибо тебе за поддержку, еще раз, сейчас. Нужно тебя добавить сюда. Еще кто-то там премиум выиграл, или что? Методом тыка угадали. Про лайфа новости. Да пишет, говорит, пацаны, ну, Серег, пока я в УВСе сижу, ты там не забывай, братишку своего, ну, присылай сигареты, щекчайку побольше, там, я не знаю, любим мы это все, чтоб меня там, это, чтоб полотенце не ронять, и мыльца, вот. Я говорю, окей, окей, пришлем, пришлем, чатик поможет. Ну что, третья решающая, Стрэндж против Мизу, не ожидал, если сейчас Стрэндж так отдастся просто, но вначале подрассшатал. Главное, вафли, бананы, ну да, вафли, бананы, это так, бананы, бананы бананы есть нельзя да фу блин пошел пошла кибернетка вписалась еще лайф типа ну тут по пудам по следам пойдешь что говорить то еще боюсь боюсь это уже было лишним наверное в общем давайте игру смотреть не знаю что там с лайфом короче подозревают в ставках замешанность опять такой же и билд у мизу калиточка что с лайфом лайф посмотрел что ревчик просто успешный пацан нереально ну 302 дробь 15 как бы и еще дробь сколько то сюда добавляется просто вот но лайф не настолько успешный как ревчик будешь то ревчик не будет в тюрьме сидеть а лайф возможно будет по и пошли гиды просканил тиран видеть что здесь происходит видит твой лайт видит плюс 2 гита здесь робу очень надежно играет инвейдер зигрит ну а чё а приколи там все в ставках участвовали возьмут всех закроют наберут из европы наших туда команды будут в корее не корейцы играть решение вопроса просто корейского получается да плюс 2 барака еще факта кугара в корею отправит в северную пошли пошли туретки блин чё-то я сейчас угорать начну сам мне какое-то странное настроение сегодня ревелэйшн пошел пошли щиты сейчас блайт тащит воды настрой хороший нет чтоб настолько хороший был нужно чтоб все тащили вообще моракула тут как какое-то просто ну за зажали беднягу смотрите оракул висит внизу видит ничего не может сделать но стрэндж может вот здесь кстати вот он может сюда пролететь шмарики не идеально стоят но пока они рискуют сюда пролетать опасно выход идет от мизу на первых двух медиваках ой ой посмотрите 61 на 32 по боевому лимиту это при всем при том что столько мариков сзади осталось чем изу стрэнджа щас проблеет похоже на то филды пошли еще один филд уже ставить да варп идет адептов еще хорошо эмортал сейчас сверху выдает дэмэдж дайте этому мародеру дал мародеру мародер минус стрэндж какой-то далеко поломил сейчас нужно ли так далеко стрэнджу ломиться хороший подблинг так что марика забирает и можно отойти назад сейчас спокойно об сервером видит что стягивает сюда войска свои тиран причем это двухбазовое давление сейчас абсолютно очевидно идет и оракулу можно вот ворваться здесь есть мертвая зона где туретка вообще ни хрена ни докуда не достает оракулу стрэндж увел а чего увел то ладно увел так увел вырывается еще раз мизу стрэндж готов отбиваться пилонов что-то мало и вот здесь вот именно для обороны стоит нужно побольше поставить стрэнджу пилончик иначе сейчас в лоб мизу продавит пилдов то больше нету ё-моё сколько мариков там адептов много стрэндж доварпливает а если быть точным девять штук у адептов есть скорость атаки у адептов есть один-один грейды выходит стрэндж кидает ревелэйшн еще очередной сталкерами контроль пошел у адепту минка хотела стрельнуть да не стрельнула сейчас 25-30 по лимиту идет мизу еще дальше сейчас стрэндж подрезает неплохо нужен доварп еще пошел еще доварп ой-ой-ой адептов реально много становится но прилетают уже сюда либераторы две штуки да не нельзя адептами врываться на я так думаю или будет стрэндж враться да врывается смотрите фокус либератор минка стреляет так что и тирану самому дэмэдж наносит 110 на 111 по лимиту мизу дерется конечно вроде даже и неплохо но стрэнджа всего больше а самая печаль для стрэнджа что у точнее для мизу что у стрэнджа база 3 в 2 его и гейтов у него 10 штук еще варп адептиков пошел все адепты стрэнджа сейчас спасли но если кто-то будет плакать то на этой стадии адепты не изменятся в патче вот потому что марики уже со щитами адептики еще раз врываются стрэнджовские будет он телепортироваться какой кривой врыв от стрэнджа сейчас ужасный что ты делаешь а пошел отдал все так вот дает то блин выдают 2 2 грейды так и отдаться ведь можно я думал отменит сейчас телепорт не отменил что-то стрэндж но здесь нету попытки даже третью цешку заказать а мэйн уже кончится опять телефон будет не ну слава богу стрэндж не отдается 10 4 адепт на призму будет харассе сейчас нам харассить то нечего нет их уже не делают бронированными их им обрежет 1д что из-за слова почвил немножко калиточка я не знаю зачем лайфу договорники он же видит что какие деньги деньги это все первое нужно быть бандитом как ревчик как пацаны в дотке а тут девчонки любить не будут понимаешь как бы молодой еще молодой вот и пошел ставки ставить внизу прессует стрэндж в это время контратакой 144 на 88 по лимиту time war где сделается либераторы что-то не прикрывают нифига сталкерами пытается стрэндж либератор отфокусить отфокусил пока только одному но новый товар сталкеров на мэйне минус мизу точно стрэндж не без труда мизу выигрывает в 1 кэш 5 я как бы не ну без обид на самом деле я вообще не знаю что и почему я знаю что я ничего не знаю просто ну открываем цитатник филос философский и просто выдаем все это вот я пиарю ревчика ревчик меня ревчик чатик качает как бы все нормально вообще так ну между тоже значит неплохо просто как-то не получается уверенно выиграть 2 игрит пошел карать ну сейчас посмотрим 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 а Говорят, игры в записи Блай 2-1 выиграл? А, 2-0 выиграл. Эта девушка поможет Блаю? Возможно. ЭСМ готов. ЭСМ готов. Так, а что там по коэффициентам, ребят? Я не дал вам картинок никаких. Ладно. Давай сейчас посмотрим. Оп. Посмотрели картиночку? Отлично. Меняю захватик. А, тут вообще 5 на Мизу коэффициент. Все верят в победу Блая, но у Блая с тираном худший матчап, ребят. Помните про это. Второй барак у Мизу. Похоже, что рипер из двух бараков. Карта, между прочим, Белшир Бич. Ага, ага. Это даже не Еунсу. И не карта, где камни... А как карта подобная с камнями была? А как она называлась? Я что-то забыл. Варин говорит, 5 на Мизу, за 100 баксов 500 поднять можно. Давай попробуем. С тебя 100 баксов. С меня поддержка в Лае. Чтобы, ну, как бы, наоборот, был эффект. И Мизу выиграл. Ахана, точно Ахана забыл. Или пляж. Смотрите, какой пляж. Три барака рипера от Мизу. Ну, Глай и четыре роуча заказано с мейном. А, Белшир Бич. Что-то много там Белширов. Это Белшир, бич. Минус... Минус рипера. Хорошо. Лайф. Блай. Чё я всю лайф-то? Лайфа теперь, походу, не скоро. А я-то думаю, чё на паралиге лайфа в составе нету? В понедельник, ребят, паралига начнётся, между прочим. Первого числа тупит сейчас очень сильно Мизу и теряет два рипера на ровном месте. Просто-напросто. Это провал. Ещё минус рипер. Кстати, четыре роуча фукусят рипера за удар. 60 демеджа они наносят. С лишним 50 хп здесь. А, 60 хп здесь. 16, да. 64, получается, они бьют по роучу. По риперу, простите. Сейчас и реведжер будет один ещё готов. Нишу байпа займёт Блай. Идёт Блай, линги, роучи, реведжеры. Всё сюда приходит. Можно ещё сейчас реведжера подморфить. Заходит. Стимпак у Мизу нету. У Мизу очень большие проблемы. Роучи к себе только ближе подкидывает сейчас Блай. Мизу. Линги мариков сгрызают. Притаются риперы их прикрыть. Но ничего не получается. В итоге, судя по всему, 1-0 Блай. Блай, походу, хочет, чтобы мы с К2 Мпру в Тим Лигу посмотрели побыстрее. Ну что же, мы обязательно её посмотрим. 1-0 счёт сейчас станет абсолютно точно. Реведжеров спасает. Потери давайте глянем. Просто великолепная атака со стороны Блая. Смотрите на потери. Вы всё поняли, я думаю, по ресурсам. В 6 раз больше Блай наубивал, чем потерял. Ждём вторую игру. Изич просто со стороны Блая. Ну что, Блай и Линок сегодня команду зергов просто невероятно в рейтинге апают. И зерги могут на первое место заживиться сейчас. Блай в Тим Лигу. Блай в Тим Лигу сейчас бомбанёт и вернётся. Ну давайте, давай, бомби. Бомби их полностью. Блай в Тим Лигу пишет Блай. Блай в Тим Лигу. Блай в Тим Лигу. Да, про Ксихату Блай ставят абсолютно верно. Помнят ли Мезу, что Блай очень сильно любят? Приходит Блай. Не, про Ксихату не ставят. А чё это Блай? Решил не ставить. Да, помичь насчитанная. Про тюрьму помичь по-любому Элайфа знает. Это 100%. Так, здесь два барака риперы от Мезу. Не, не запилил КСН Кублай. Уезжает она. Вот так вот. А зачем зиг новости считать? Зато про баланс у нас все все знают в чатике вообще целиком и полностью. Ты, фрактор, кто есть кто. Ну что, рипер тут что-то стреляет активно, летает. Второй рипер прилетел, королева, углая готова, первая, вторая готова. Три руч, я вижу, строится углая. Здесь три барака рипера опять, опять три барака рипера. Насчет флэша Джей Донга не знаю. Слышал, что лайф под расследованием. Насчет Джей Донга не знаю. Ну, Джей Донг играл как бич просто вот в конце ходца. Почему так было, я не знаю. Действительно, даже в какой-то момент было подозрительно. Минус руч. Схиры в финале как алмаз. Ну да, там финал какой-то странный был, но... Там ведь лотф только начало было. Можно съехать на это. В камере перед пацанами там. Да ну, пацаны, я к успеху шел ни в чем не виноват. Это ж лотф-то только вышел. Я ж не знал ничего еще. Гранатки взрываются. Криптумор и Блай перекапывает. Улетают риперы. Сейчас плеер у Блая делается, кстати. Я не знаю. Третьей хаты нет пока. Здесь танков никаких нету. То есть, третья... А, вот, третья ЦЦ-шка. Может быть, подпушить пойти как-то была. Третья поздняя очень. Третья изчитает летний день. Третья. Зачем это флэшу? Ну, Джей Донга, американские капиталисты, и Стефанов ЕГЭ совратили, ну а Джей Донг, понимаете, линейка больше не приносит как бы успеха мне, я должен был как-то зарабатывать, пошли марики вперед, 83-73, короче, ладно, хватит про эту фигню нести, я думаю, там все расследуют и выяснят, что к чему, Ну, просто я не знаю, как такие вещи доказываются, просто в Корее Приходит сюда Мизу сейчас, угла 89-85 у Мизу, 1-1 гриды делаются Так, не получилось у Мизу, ничего, улетает, Блайд собирается встретить, медиваг встречает, ну, очень сильно на ход надо, да дальше еще надо, Кастовать Зато я подумал, знаете, что прикольно, помните в армии Air Force команда от Венно-Воздушных сил Кореи была в первом Старкрафте На пролиге сейчас, я чувствую, что это чей-то гениальный замысел, на пролиге 7 команд сейчас Ну, сна 8, и что вы думаете, команда зоны просто... Нужно только закрыть побольше, там, ну, человек 6-7, вообще прикольно получилось бы Медиваг летает 9 хп Медиваг, фокуснишь, ты, Блайд, ну, 9 хп, что ж ты не видишь? Заметил, молодец Фокуснул, еще один медиваг тут дропнулся на третью базу Марики за королеву, их хотят догнать, стимпак кончился Забыли кольнуться, королеву не догнали Никин поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно, намыло лайфу Спасибо, Никин Куплю хозяйство, но пошлю завтра схожу Выясните адрес, где он там Может быть, скажут, ну, типа, из России посмотрят, корейцы-то, ну, ссаненькие, подумают Да, лайф, походу, махровый вообще преступник из России, пацаны, серьезные шлюп такие Придется, придется лайфа не трогать Заходит в лай, 110 на 148 по лимиту Че-то ровы вообще все на рампе тут разваливаются Не уконтролил танк сейчас в мизу Один танк снизу Прирост дотекает сейчас Ну что, 155 на 96 по лимиту Фаерболы по медивакам Кастуются Танки там две штучки остались Мизу успевает законтролить Хороший контроль от мизу начался Так, еще фаербойчики пошли По медиваку попадает Не очень-то там попадает Еще пошел фаербойчик Танки атакуют Не получается их фокуснуть все никак Блайя, но вот дофокусил в итоге Роучи все новое-новое дотекают Марики еле-еле держатся 1-1 У Блая 2-2 Сейчас грады все доделаются Двухкратное преимущество по лимиту Нет, Блайя до конца еще не поправился Ну я смотрю, больной как-то Блай Может Блайя вообще как бы болеет Что-то он хорошо играет На ОВЦС прошел больной Вчера Сегодня суперазобрел Который в КДС сегодня Рагнарога забрел Просто молодец Что я могу сказать Красавчик Блайя Реально Вот Блайя сейчас топ-1 СНГ Это как ни крути Хотя Блайя говорил, что Хэппи боится Сейчас он сильно играет Как бы сильно Хэппи не играл Результат-то у Блая в итоге весь Вот как-то так Ну естественно Блайя топ-2 по поинтам Ведь он Дримхак выиграл Ну базовое здоровье нормально Спасибо 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 Так Так Ребят Не покидайте стрим Сейчас будем кланварчики смотреть Сейчас туп-стар сделаю И вернусь в двухминутной задержке Вон там Марин Лорд играет НБ против Миллениума сейчас Все буду стримить Все И про лиги И все Ребят Через 2 минуты я вернусь Ждите Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо